Зрительный зал на 450 мест, но ни одного свободного просто нет. Для актеров, танцоров и певцов детского театра «Задумка» это уже третий спектакль за день. И каждый раз, выходя на сцену, ребятам приходится вновь и вновь вживаться в образ и переживать судьбу своих героев. Это все прочувствовать и сыграть это дорогого стоит. Сложно. Плачем каждый раз. Мне было очень важно слышать слова высоких профессионалов, которые говорят, Мы удивляемся, что вот эти ваши дети в начале спектакля, а не дети, а к концу спектакля. У них глаза человека, прошедшую войну. Они как бы взрослеют во время спектакля. Сценарий к постановке спектакля родился пять лет назад, в годовщину 65-летия со дня Победы. Все началось с творческого конкурса на тему Великой Отечественной войны, когда воспитанница театра «Задумка» Ольга Андреева написала стихотворение «Мы рождены не для войны, мы рождены для созидания». Тему развили, так и получила рождение патриотическая постановка. Спектакль, который показывает войну со всех сторон Великую Отечественную. И со стороны ребят, которые шли на фронт, и со стороны взрослых, и со стороны матерей, дочерей, которые ждали. Если бы сам не участвовал, сам бы сходил на этот спектакль. Я думаю, что каждый должен помнить, знать и чтить память всем ветеранам, всем людям, которые не дошли до конца войны. Спектакль посмотрели более тысячи школьников. В планах театр «Задумка» показать его и на других сценах. 9 мая, в День Великой Победы, его покажут на площади Кирова. Павел Баймаков, Константин Головин. События. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА